Всем привет! В эфире Универньюз. С тобой, Адилья Валеева. Сегодня в выпуске. Нарушать или соблюдать? Юристы КФУ написали собственные законы. Стихотворение общеизвестного Габдулой Тукая устами младенцев. Закон законом, но то, что яблоко падает на землю, все же не заслуга Ньютона. Свои законы есть везде, и в природе, и в науке, и в обществе. Но кто их пишет и для чего? Ответ на этот вопрос ищи в нашем следующем сюжете. Чтобы стать настоящим юристом, мало знать все законы и даже разбираться в них. Каждый юрист должен быть готов ко всем переменам в законодательстве. Ведь именно законы склонны к частым изменениям. Нередко вступают в силу и совершенно новые. Кстати, чтобы подготовить будущих юристов к специфике их профессии, юридический факультет Казанского университета провел конкурс студенческих инициатив под названием «Парламент-2030». Участники в буквальном смысле писали и презентовали законы, которые, по их мнению, крайне необходимы нашей стране. Республиканский конкурс «Парламент-2030» – это новый проект. Аналогов его пока в Татарстане нет. Хотя на федеральном уровне аналогом данному проекту является конкурс «Моя законотворческая инициатива». Наш проект, в отличие от федерального проекта, имеет некую другую структуру, поскольку здесь смоделирован процесс принятия закона нашими федеральными структурами парламента. Главной целью конкурса стало привлечение талантливой молодежи к сотрудничеству с комитетами и депутатами Государственного совета. А самые интересные варианты нововведения в законодательство будут обязательно рассмотрены органами государственной власти Республики Татарстан. Это событие для людей, которые уже профессионально занимаются законодательной деятельностью. Сегодня было очень интересно посмотреть на ребят, с какими законодательными инициативами они выступили и что они нам предложили. Вы знаете, очень много мы взяли для себя, в работу и, конечно же, мы в дальнейшем будем с этими ребятами сотрудничать и следить, как дальше развивается их учебная деятельность и затем трудовая. Участие в финале первого парламента 2030 приняли студенты с разных вузов Казани. Итоги их работ от суда строгого жюри не заставили себя долго ждать. Почетные призовые места заняли юристы КФУ. Ну а финалисткой конкурса стала студентка Казанского инновационного университета имени Тимирясова. Я рассмотрела семейное законодательство и решила преобразовать статью 17 Семейного кодекса Российской Федерации. Мне говорится о том, что муж не имеет права подать на развод в случае беременности жены или в течение года после рождения ребенка. На мой взгляд, это ущемляет права мужчины, потому что на практике существует много противоречий. Мужчина может быть бездетным, и жена пользуется этим моментом и не подает на развод. Таких нюансов на практике очень много. У нас общественная провокация, введение понятия термина общественная провокация. Почему мы с моим партнером решили так сделать? Потому что в последнее время в обществе царит нестабильность некая, очень много проблем. Мы провели опрос, люди действительно переживают за свою безопасность. И, например, есть ребята, которые неловко шутят. Например, ходят с автоматами, игрушечными по улицам, маски одевают, бросают петарды даже людям под ноги. Все равно бабушки, старики особенно очень переживают. И мы считаем это очень важно, чтобы ввели данное понятие. Законно-творческий конкурс «Парламент-2030» проведен в Казанском университете впервые. И, конечно же, он еще неоднократно будет проведен вновь. А значит, для всех будущих юристов открывается настоящая возможность не только реализовать себя в профессии, но и сделать нашу жизнь лучше. Аделя Мухаммедшина, Ленарда Влетьяров, Универньюз. В КФУ отметили лучших студентов-предпринимателей. Подробности в следующем сюжете. 27 мая в КФУ состоялось подведение итогов первого конкурса студенческих социально-предпринимательских проектов в 2016. По словам организаторов, на конкурс поступило много заявок, но выбрали только пять лучших проектов, представляющих наибольшую перспективу для реализации. Участникам конкурса вручали дипломы и планшеты. Сегодня у нас действительно, возможно, небольшое, но очень важное событие для Управления инновационного развития КФУ. Мы подводим итоги конкурса. Это студенческий конкурс социально-предпринимательских проектов, который мы впервые запустили в республике Татарстан. И основная идея этого конкурса заключается в том, чтобы привлечь внимание молодежи именно к реализации проекта в сфере социального бизнеса, социального предпринимательства. Данный конкурс проводился по пяти номинациям. Социальные услуги, медицина и реабилитация, культура и досуг, экология и переработка отходов. Участники конкурса – это студенты, которые знают, что для достижения высоких результатов нужно уже сейчас действовать и закаляться в предпринимательской деятельности. Управление инновационного развития студенты и делают первые шаги в бизнесе. Управление инновационного развития дало толчок, что я узнал о нем, и оно очень сильно помогло мне в плане развития моего проекта. Что, во-первых, когда ты приходишь сюда, даешь ему идеи своего проекта, они его записывают и уже дают тебе необходимую информацию для продолжения, для продвижения этого проекта. Верим, что этот конкурс принес огромную пользу будущим предпринимателям. Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Хорошая новость для всех неравнодушных к жизни Казанского федерального. На нашем телеканале прошла прямая линия с ректором университета Ильшатом Гафуровым. О самых актуальных и интересных вопросах, поступивших в прямой эфир, наш сюжет. 27 мая 2016 года можно смело вписать в летопись Казанского федерального золотыми буквами. В этот день в эфире студенческого телеканала КФУ прошла первая в истории прямая линия с ректором вуза Ильшатом Гафуровым. За два часа эфира в режиме реального времени ректор Казанского федерального ответил на два десятка вопросов, охватывающих все сферы жизни университета. Причем спросить Ильшата Гафурова о насущном мог любой желающий, как написав на почту, так и по телефону и даже видеосвязи. Кстати, вопрос из набежной Челнинского института КФУ стал одним из многих, касающихся преобразований внутри и около университета. В ходе эфира с Ильшатом Гафуровым не раз поднималась тема текущего и капитального ремонта студенческих общежитий, учебных корпусов и баз отдыха. Вы знаете, не все, что нам досталось, досталось в хорошем состоянии. Если бы это было в хорошем состоянии, никто бы этот вопрос не задал. И к большому сожалению, и кампусы учебные, и общежития, и жилье, все имеет свойство стареть. Нет, имеется желание привести в очень хорошее состояние, причем не по нашим, а по европейским стандартам, поскольку мы общаемся с нашими коллегами и видим, как обстоят дела у нас и как обстоят дела у них. В рамках прямой линии с Ильшатом Гафуровым затронули также актуальность и даже целесообразность некоторых образовательных программ. Так в студии прозвучал вопрос, касающийся создания ресурсного центра по исламоведению. То, что мы светское государство, это не говорит о том, что мы государство без веры. И сегодня все, что связано с исламом, очень требует глубокого осмысления, особенно с теми процессами, которые происходят сегодня в мире. И научная составляющая в этом проекте, она достаточно большая. Зрители прямой линии проявили интерес и к личной жизни ректора КФО. Как оказалось, многих удивляет активность Ильшата Гафурова в соцсетях. Впрочем, Ильша Травкатовича на это особый взгляд. Желание что-то разместить в социальных сетях появляется иногда спонтанно. Я что-то вижу красивый лес. Ну, Инстаграм имеется в виду. Красивый лес. Где-то я комментирую, где-то не комментирую. Либо где я бываю. Но, в частности, когда посещали клиники в Японии, университетские клиники, я, в общем-то, разместил несколько фотографий, исходя из того, чтобы показать людям, вот к чему мы стремимся, говоря об университетской клинике в Казах. Точно такая же ситуация, когда я посещаю те или иные лаборатории. Полную версию прямой линии с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым вы сможете посмотреть на нашем сайте. Александр Александров, Универньюз. Самые свежие новости всемирной паутины в нашей традиционной рубрике Вебньюз. Российские школьники начинают сдавать ЕГЭ. В нем примут участие 750 тысяч человек, из которых 640 – выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех регионах Российской Федерации, включая Крым и Севастополь. ПСО «Казань» построили на поле со технопарк за 2 миллиарда рублей. Объект будет сдан в конце 2017 года, а площадь технопарка составит 30 тысяч квадратных метров. Первый полный перевод Библии на татарский язык представили в Казани. Работа над переводом велась более 23 лет. Цель перевода – знакомство татар-мусульманской веры со священной книгой другой религии. Отметим, что в переводе участвовали сотрудники Казанского федерального. КФУ японская корпорация «Рикэн» будут изучать геном жителей Татарстана, чтобы успешнее лечить рак. Японские и российские разработки также будут использоваться в космосе. Активно изучается анабиоз, спячки и в целом реакция организма и его генома на условия космического полета. Бывшие ученики смогут оказать в своей школе или техникуму спонсорскую помощь в проведении капитального ремонта и обеспечении оборудованием предметов кабинетов. В Казани на Кремлевской набережной частично разрушилась бетонная дорожка. Причиной деформации дороги называют сильную жару, а также движение почвы. Татарстанский стрелок стал второй в ските на чемпионате России. В Липецке завершился розыгрыш командного чемпионата России по стендовой стрельбе. В заключительный день соревнований на вторую ступень пьедестала поднялся татарстанский стрелок Николай Теплый. Татарстан примет фестиваль акробатического рок-н-ролла. Казань вошла в число пяти крупнейших городов страны, где с размахом отметили 30-летний юбилей акробатического рок-н-ролла в России в рамках проекта «Танцуй в парках». Не секрет, что в Татарстане 2016-й стал годом Габдуллы Тукая. Республика не один месяц праздновала 130-летие певца татарского народа. Однако и по сей день горожане продолжают вспоминать творчество великого поэта. В этом убедилась наша съемочная группа. По дороге на очередную съемку их удивил трехлетний ребенок. Мальчик очень живый и ярко рассказывал стихотворение Тукая. Мы не смогли удержаться и записали для вас это полное энергии исполнения. Надеемся, изрядно вас повеселит в завершении рабочей недели. Добрые дела спешат совершить студенты КГУ. Совсем недавно они провели акцию «Добро руками». О том, кто принял участие в акции и как стать донором, расскажем в следующем сюжете. Энергоуниверситет совместно с Республиканским центром крови Республики Татарстан организовал донорскую акцию «Добро руками». Принять участие в ней мог любой желающий. Для этого достаточно было заполнить анкету, ответить на несколько вопросов специалиста и сдать первоначальный тест на группу крови и гемоглобин. Также за 48 часов следует исключить из рациона алкоголь, а за 2 часа запрещено курить. В день сдачи можно кушать только кашу на воде, чай, сушки, мед, варенье и фрукты, за исключением бананов. Вся операция занимает около 10 минут. Далее ваш доступ проверит по единой базе данных, после чего пройдет вся основная процедура. А потом детям надо в баню положить, анализы будут собирать. Сразу после того, как кровь сдана, остается самая приятная часть процедуры – получение денег. За 350 мл крови доноры получают 598 рублей. В течение двух дней студенты и преподаватели КГЭУ сдали около 40 литров крови. Проверить свое здоровье и тем самым принести пользу общество вы можете по адресу проспект Победа, 85, телефон для предварительной записи 237-69-00. Роман Даров, Алина Себгатулина, НРГТВ, специально для Универсмотри. Улыбайся жизни, и жизнь улыбнется тебе. С тобой была Адилья Валеева. Пока-пока!